МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» с главными событиями пятницы. Вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Важные объекты. В Чебоксарах идет реконструкция московского моста и строительство новой развязки. Наладить поставки. Представители Архангельской области изучили ассортимент продукции местных сельхозпредприятий. Все профессии важны. Будущие строители Чуваши проверяют свои профессиональные навыки. Переселение граждан из аварийного жилья стало главной темой встречи главы Чуваши Михаила Игнатьева. С представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта в Чуваши. Подробности у Ольги Пырочкиной. Строгость наших законов смягчается необязательностью их исполнения. Известное выражение, которое приписывают Салтыкову щедрину в современной России, актуальности не потеряло. Выявлять нарушение законодательства и недоработку чиновников – одна из основных задач Общероссийского народного фронта. Главные наши вопросы в сфере нашей деятельности – это вопросы здравоохранения, капитального ремонта, расселения аварийного жилья, проблемы теплоэнергической, энергетической сферы, жилищно-коммунального хозяйства в целом и повышение информационности, открытости, госзакупов. Сейчас особое внимание фронтовики всех региональных отделений уделяют программе переселения граждан из аварийного жилья. Тема важная. Я могу сказать, что нам, по крайней мере, представляют, что у нас в республике она имеет определенный хороший оборот исполнения этой программы по сравнению с там, где у нас недавно коми показывали, да, таких вот призраков и домов, как в Иркутской области тоже показывали, когда дом сдан, а его вообще природнят. У нас таких моментов нет, естественно. Вот. И есть определенные были выявлены недочеты. К примеру, печально известный дом в Чебоксарах по адресу улицы Дементьева 2. Летом 15-го года туда переселили жители аварийного дома. Сразу после сдачи здание в эксплуатацию просела и обрушилась входная группа одного из подъездов, а в подвале стала скапливаться вода. И это только часть проблем, которые до сих пор до конца не устранены. Кроме того, активисты обнаружили в ряде районов ветхие дома, которые по тем или иным причинам не попали в программу по расселению. Вот одним из наших предложений в этом плане было, ну, я понимаю, что оно не так легко реализуемо, и похоже, что как мы предлагаем, вряд ли оно реализуется. Это часть того, чтобы включить вот эти, в ходе, значит, наших предложений, включить их в ту программу 13-17. Но, очевидно, это не получится. Поэтому, может быть, не может быть, а распоряжение правительства 13-17.41 2013 года предусматривает формирование вот этих домов, которые являются аварийными, не вошли в ту программу, значит, включить в другую программу. Мы, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, представили дополнительные дома. Понятно, ситуации сегодняшние не позволят дополнительные средства найти даже в федеральном бюджете, даже по аварийным домам, которые на сегодняшний день мы торги и осуществляем. Строителей по ценам не могут укладываться. Понятно, строительный материал тоже поделит рожда. И в итоге тоже вопросы есть. Хотя мы в 2017 году, в 2017 году практически выполним свои обязательства, которые включены все на 1 января 2019 года. 5 миллиардов, 100 миллионов рублей цена вопроса, 13 тысяч человек, 5 тысяч где-то 100 семей. На встрече говорили также о реализации программы капитального ремонта «Земский доктор» целевого обучения студентов. Такой диалог важен для обеих сторон. Обозначаются проблемы, находятся в пути их решения. Ольга Пырычкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сдать точно в срок. Председатель правительства Республики проинспектировал реконструкцию Московского моста и строительство транспортной развязки по улице Фучика в столице Республики. Какие возникают проблемы и соблюдают ли подрядчики свои обязательства, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Реконструкция Московского моста ведется по графику и пока от намеченных сроков строители не отстают. Технология непростая, подрядчикам пришлось демонтировать ливневку и водопроводные сети на театральной набережной. Сейчас вдоль залива проложено так называемое свайное поле. Именно в него уже весной установят опоры из монолита. Начинается самый сложный этап работ, но подрядчики уверяют, рассчитали все до мелочей. Четыре пролета будут, так ли? Четыре пролета, да. Первый этап – это опора номер 3-5, второй – 5-7. То есть это все видимо, да? Идет, да, с этого края и сначала промежуточные опоры, идет пролетное строение, а потом уже пронее. Новый шестиполосный мост возводят поэтапно. До конца этого года подрядчики намерены сдать первую очередь объекта. Вторую построят на месте старого моста. В перспективе его полностью демонтируют. Средства на реализацию масштабного проекта выделяются в рамках программы подготовки к юбилейным датам. Правда, из-за непростой ситуации в экономике были уменьшены лимиты финансирования работ. Здесь есть определенная нехватка средств. Вот в районе 200, где-то мы 250 миллионов оцениваем. Это будут или дополнительные средства за счет Дорожного фонда республики и, соответственно, бюджета города. То, что планируется, мы в полном объеме получаем. И я хочу подчеркнуть, здесь вопросов с нашей стороны к Росавтодору никаких не может быть. Всего два региона были не секвестированы. Это Чувашия и Татарстан в рамках того распоряжения, которое рассмотрено на трехсторонней комиссии. И сегодня внесено в правительство. То есть каких-то дополнительных средств с учетом дефицита и федерального бюджета не планируется. А тот объем, который первоначально был согласован, в полном объеме у нас сохранен. Уже этим летом необходимо сдать транспортную развязку по улице Фучика. Правда, пока работы на этом объекте буксуют. В чем причина отставания от сроков, Иван Моторин пытался выяснить долго. Сначала руководители компании СУОР жаловались на обводненный грунт и нехватку песка. Другие подрядчики как-то находят. Амазонию же мы строим, завозят они уже. 15 тысяч кубов нашли заездники. Мы 200 тысяч нашли. Вы найдите нам, пожалуйста, оставшиеся 20 тысяч. Какое решение по данному вопросу? По данному вопросу мы два раза уже у Владыкова собрались. Владимир Юрьевич опять так знает. Мы считаем, должен он помочь своих объектов. У него маленькая есть. Надо решить, если какие-то дополнительные методы, мы готовы рассматривать. До сих пор не перенесены коммунальные сети, возникают проблемы и с документами, и с проектом. Сейчас в него вносят коррективы. Везде закольцованное освещение. Нас разделяют сейчас на два этапа. Нам эту линию где? Здесь отрезать, здесь отрезать. Монтажную схему только просим. Один листок. Решить вопросы, из-за которых сейчас простаивают работы, необходимы в сжатые сроки, отметил премьер. Средства на объект, на данном объекте, в отличие от моста, в полном объеме есть. Республиканские, они уже распределены. То есть, вот, стал вопрос просто довести их до города и уже провести оплату за выполненную работу, ну, организовать техническую работу. Все силы, мне кажется, у подрядной организации есть. Нужно вот снять вот эти споры, склоки, которые преследуют этот объект с прошлого года, и начать работать слаженно. Если все пойдет по плану, то развязка будет открыта уже до дня республики. Митрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашии с рабочим визитом находятся делегации Архангельской области. Сегодня гости продолжили знакомство с предприятиями агропромышленного комплекса. Ранние овощи из агрофирмы Альдеевская стоят недешево, но жители республики делают выбор в пользу их. Нет гарантии, что в звездных отсутствует химия, а здесь качество, подтвержденное годами работы. Гостей с севера заинтересовали технологии выращивания. Выращиваем в основном огурцы. Огурец скороспелая культура. Быстро, в течение сезона, вот уже в январе мы начинаем первые сборы. Три гектара томатов продленного оборота. Затем зелень. В Архангельской области тоже, конечно, есть тепличные комбинаты, но полностью удовлетворить потребности в овощах они не могут. Может, дешевле привозить и с Чуваши? Взяли на пробу мешок картошки, для того, чтобы провести оценку качества и практически заключили на полторы тысячи тонн поставки картофеля из Чуваши договор. Мы очень заинтересованы в этой продукции, так как мы северный регион, и, соответственно, все, что здесь производится в тепличных комбинатах, нам это очень интересно, особенно, когда имеются объемы поставок и возможности таких поставок. Потенциал агрофирмы большой. Вполне можно наладить поставки в Архангельскую область. Делает все это команда. Команда людей, команда единомышленников, команды специалистов, сегодня, не зная какую-то свою работу, свое дело, невозможно достичь вот таких вот результатов и добиться той эффективности, которая сегодня есть. Гостей очень заинтересовала продукция предприятия «Авангард», что в Цивильском районе предполагаемый ассортимент мясных изделий удовлетворит вкус любого гурмана. Разговор сразу же перешел в практическое русло. Как и когда можем наладить поставки? Вызвал интерес у нас колбасное производство, вызвал интерес у нас производство кваса, вызвал интерес у нас производство сыров. Продукция в целом у Республики Чуваши очень высокого качества, достойных потребительских свойств, за которые покупатель готов будет платить. Теперь дело за конкретными договорами. Путь в Архангельскую область открыт. Для нашей Республики увеличение любого производства это дополнительные поступления в бюджет. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. Предприятие Чуваш Автотранс приступило к оптимизации своей деятельности в рамках финансового оздоровления. Как это отразится на пассажирах? За чей счет будут перевозить льготников? Больше или меньше станет автобусных маршрутов? Рассказал на брифинге министр транспорта Чувашия Владимир Доброхотов. Сегодня на Чуваш Автотрансе лежит основная нагрузка по перевозке льготных категорий пассажиров. Выпадающие доходы и стали причиной финансового напряжения на предприятии. Статус социально значимых имеют 298 городских и пригородных маршрутов. Или 98%, то есть практически все. Правительство Чувашии поддерживало основного перевозчика как могло. Благодаря дотациям из бюджета удалось практически полностью погасить задолженность по заработной плате, остановив тем самым отток профессиональных кадров, частично обновить автопарк. В настоящее время Чуваш Автотранс при участии Минтранса Чувашия и других заинтересованных ведомств разработал план финансово-оздоровления предприятия. Решается вопрос по выходу в 2016 году на безубыточный уровень с наименьшими потерями. Однако это не означает, что Чуваш Автотранс откажется от перевозки льготников. Возмещать затраты по социальным перевозкам теперь будут и местные бюджеты. С 1 апреля начался переходный период, во время которого муниципалитеты совместно со специалистами должны оптимизировать существующую маршрутную сеть на своих территориях. Всем главным районам, конечно же, мы уведомления послали, чтобы они, предупределительный характер, уже начинали внутри своего муниципалитета, внутри своего бюджета формировать затратную часть на будущее время. Никакого срыва в части перевозок не будет, и мы это будем жестко контролировать в целом. До последнего обязательства переходного периода по-любому Чуваш Автотранс будет обязан и будет проводить по-любому все свои социальные перевозки в части того, что было до сегодняшнего дня. Это я хотел бы еще раз, чтобы вы понимали, что понимание у Минтранса в этом плане есть, и в целом, получается, мы к этому готовы. Надо заметить, что срок окончания переходного периода пока не оговаривается. Следовательно, у муниципалитетов есть возможность тщательно проанализировать ситуацию и принять верные решения. Единороссы Чувашии готовятся к празднованию Дня Победы. В партии заверили, что сделают все, чтобы ни один ветеран, ни один труженик тыла не был забыт. В столице республики проживают 486 ветеранов Великой Отечественной войны, 32 блокадника и почти 4000 тружеников тыла. Сейчас депутаты городского собрания готовят встречи молодежи и школьников с ветеранами. Кроме того, в городе пройдут традиционные мероприятия и парад на Красной площади, и акция «Бессмертный полк», и концерты. Также динароссы приняли решение провести ревизию мемориальных захоронений, обновить памятники и ограды. Парк Победы, комплекс по улице Богдана Хмельницкого ждут весеннего благоустройства. Сложно, наверное, как-то оценить, что нужно сделать, много ли это и мало. Но каждый должен это интуитивно на местах делать. Кому-то доброе слово, кому-то нужно реально помочь как-то. Поэтому вот везде должен быть индивидуальный подход. И самый главный принцип тот, что никто не должен остаться без внимания. Максимально хотим хватить ветеранов. Кто не сможет прийти праздничными праздниками, то они должны быть на дому. Посетить должны волонтеры, наши юные горожане вместе с депутатами, вместе с активистами, общественниками в микрорайоне праздники. Самое главное, чтобы мы из этих встреч получили то, чтобы юное поколение, молодежь общалась с ветеранами. Я думаю, что это очень важно. Чествование ветеранов и праздничные мероприятия с участием депутатов Единой России и местных отделений партии пройдут также во всех городах и районах республики. Николай Малов напомнил, что после Дня Победы состоится еще одно важное событие – предварительное партийное голосование. Он призвал всех участников праймера свести себя корректно и уважительно по отношению к коллегам. Николай Малов первым подписал такое соглашение и выразил уверенность, что остальные к нему присоединятся. Наверное, основной момент, который несет этот документ, подписание этого соглашения – это та чистота выборной кампании. Это очень важно, чтобы в преддверии главного, наверное, да, и единого дня голосования уже 18 сентября, мы подошли одной командой. Вот в этот период, период агитационный, предвыборного голосования, который, скажется, 22-го, не потеряли свое лицо и было понимание у всех окружающих, что мы единая команда. Я в строители пойду, пусть меня научат. В апреле этого года стартует Всероссийская олимпиада профессионального мастерства среди студентов-строителей. В региональном этапе приняли участие будущие строители, монтажники и геодезисты. Практическая часть соревнований прошла на территории Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Выполнить измерения, составить план постройки и подготовить отчеты о проведенном исследовании. Так, если вкратце, звучит задание практического этапа олимпиады. В теории несложно, но на практике приходится потрудиться. Максим, давай биться. Чуть-чуть, выпрямь ее. Любимым школьным уроком у Лены Кирилловой всегда было черчение. Когда пришло время определяться с будущей профессией, Лена без сомнений выбрала строительный техникум. Обучение в СУЗе открыло для девушки новые горизонты. Мне нравится заниматься измерениями и проектированием различных объектов. Являюсь грантополучателем. И в дальнейшем планирую остаться преподавать в моем же техникуме. Я считаю, что каждый должен отдавать частичку себя, детям, передавать свои знания следующим поколениям. Олимпиада – это еще один шанс проверить свои профессиональные способности. Ведь правильность выбора – это шанс заниматься любимой работой, двигаясь по карьерной лестнице. Конкурс у нас масштабный. И наша цель сегодня – выбрать самого лучшего студента. Чтобы он у нас выступил, показал достойные результаты. А так как у нас ни одно строительство не обходится без геодезии, ребята обязательно выполняют именно геодезическое задание. Сегодня они выносят проектную отметку на строящийся объект. Вот здесь они у нас выносили. Определяют высоту труднодоступного сооружения. Все задачи выполняют, которые необходимы при строительстве зданий. За ходом соревнований, а в нем участвовали семь студентов строительного техникума, наблюдала компетентная жюри. Такие олимпиады, конкурсы, они помогают студентам глубже изучить свои дисциплины, свои строительные предметы. В стране идет массовое строительство. Умные, хорошие командиры производства очень нужны на строительных площадках. Я выпускниками очень доволен. Они приходят, уже подготовленные. Итоги олимпиады будут подведены уже к началу следующей недели. Победители отправятся в Нижегородскую область, отстаивают честь республики на всероссийском уровне. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика. Быть интерактивными предлагает компания Ростелеком. О цифровом телевидении 21 века далее. А затем в нашем эфире программа «По существу». Гость студии Татьяна Николаенко, руководитель аппарата общественной палаты Чуваши. Речь в программе пойдет о поддержке некоммерческих организаций. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. И удачных вам выходных. Интерактивное телевидение от компании Ростелеком – это уникальная возможность смотреть, что хочется, где хочется и когда хочется. Больше не надо зависеть от телепрограммы и бояться не успеть к началу передачи. Ростелеком предлагает решение, уникальную услугу управления просмотром. Интерактивное телевидение от Ростелекома позволяет смотреть до 200 самых популярных телеканалов в цифровом качестве. В том числе и местные ГТРК Чуваши, телеканал 21+, ЮТВ и, конечно же, национальное телевидение. Иногда прихожу с работы поздно и не успеваю к выпуску региональных новостей. Считаю, что региональные новости должны знать, наверное, все жители нашего города, нашей республики. Совершенно спокойно перематываю канал до выпуска новостей, смотрю его. Благодаря сервису управления просмотром вы не пропустите ни новинки кинопроката, ни городские и республиканские новости, ни любимые программы. Если не сможете успеть к началу передачи, поможет архив, в котором доступны все программы и фильмы за последние 72 часа. Передачи из архива можно перематывать, пропуская блоки рекламы. Мне, как женщине, очень нравятся кулинарные каналы. Точно так же прихожу с работы, когда хочется разгрузиться. Смотришь, ищешь, что за день было интересного. С управлением просмотром переходишь на передачу, которая была, например, в 2 часа дня или в 3 часа дня. И смотришь, и иногда даже ставишь на паузу канал и идешь пробовать что-то на кухне. Сервис видеопрокат превратит вашу квартиру в домашний кинотеатр. Он откроет доступ к более чем 2,5 тысячам художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ в форматах HD и 3D. Все большую и большую популярность среди жителей нашей республики набирает услуга интерактивное телевидение от компании Ростелеком. Более 500 абонентов ежемесячно присоединяются к многотысячной армии любителей качественного продукта. Интерактивное телевидение от компании Ростелеком – это широкий выбор сервисов, управление просмотром, огромное количество каналов, в том числе и все республиканские каналы, которые вещают на территории Чувашской республики. В интерактивном ТВ существует множество дополнительных сервисов и опций. Мультискрин, который позволяет смотреть телеканал из домашних гаджетов в караоке, родительский контроль, позволяющий отследить доступ ребенка к негативному контенту и многое другое. Субтитры создавал DimaTorzok